Полноприводные автомобили Торос сконструированы для использования в качестве машин мотопехоты, сил спецназначения, командно-штабных автомобилей и других целей. В качестве основного заказчика предполагается как Министерство обороны РФ, так и внутренние войска, ФСБ и даже МЧС. Впрочем, не исключаются и зарубежные заказчики, в первую очередь страны Ближнего Востока. Были представлены три Тороса в базовом крытом варианте открытой командирской машины, а также санитарной. Особенностью машин является их конструкция, выполненная на базе узлов и компонентов гражданской техники. Особенностью конструкции является то, что кузов представляет из себя несущий монокок, то есть машина безрамная. В зависимости от требований заказчика, автомобили могут изготавливаться в легкобронированном или специально бронированном исполнении. В последнем платформа онлайн-образование. Переходи по ссылке в описании. Машина может быть защищена от 7,62-мм бронебойных винтовочных пуль и осколков 155-мм снарядов на дистанции 80 метров. Кроме того, заявлена противоминная защита от боеприпасов с зарядом до 6 кг тротила. Броневик оснащен дизельным двигателем с турбонаддувом мощностью 136 л.с., отвечающим требованиям стандарта Евро-4. С таким двигателем бронеавтомобиль способен развивать на шоссе скорость до 85 км в час. Ходовая часть конкретно этих прототипов изготовлена на агрегатах БТР-60. Несмотря на компактные размеры, длина чуть более 5 метров, Торос способен перевозить 10 человек, включая водителя. В варианте автомобиля для внутренних войск и полиции возможна установка мигалок и решеток на окна, а для армейских машин – креплений пулеметов. Место водителя на Торосе – Спартанское. Впрочем, как говорят конструкторы, все представленные машины – это упрощенные прототипы. Само собой, под конкретного заказчика можно установить в кабину какое угодно оборудование. У производителя компании «Интрал» получился прямой конкурент «Тигру», правда, проигравший ему почти во всем. За исключением способности преодолевать водные преграды вплавь за счет вращения колес, ходовой винт у Тороса отсутствовал. Есть у семейства Торос и свой узнаваемый недостаток – задние суицидальные двери, открывающиеся против хода. Суицидальные или заднепетельные двери получили свое имя неспроста. На заре автомобилестроения многие автопроизводители использовали такое решение, однако с ростом скорости повышалась вероятность непреднамеренного открытия двери. В этом случае поток воздуха мог запросто выкинуть непристегнутого седока наружу. Конечно, Торосу с его 136-сильным мотором такая проблема не страшна. Но открытая задняя дверь становится отличной бронеплитой для рикошета пуль внутрь кабины. В 2018 году появилась информация о принятии на вооружение Тороса. Пока в качестве аэромобильной машины для ВДВ. Но похоже, что, несмотря на все усилия, автомобили Торос так до сих пор и не смогли найти своего заказчика – отечественного или зарубежного, оставаясь в статусе опытных машин.